МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стрела для колбасного короля. В Подмосковье из арбалета убит владелец компании Мясная империя. Здравствуйте! В студии Эдуард Петров. Ну, сам Морогов на момент убийства был богатым человеком? Ну, я, мягко скажу, не бедным. Богатый человек, богатейший человек, владеющий колбасным производством, владеющий с кокунами, там, десятком машин. Нам нужно другое качество сырья, нам нужно другое качество разделки этого мяса. В баню забежали двое мужчин полностью в черном. У одного в руке находился арбалет. Нам поступило сообщение о том, что залезли грабители в дом. По пути следования мы заметили данный автомобиль. На требования, неоднократные наши требования остановиться, водитель не реагировал. Сотрудники полиции установили, обнаружили автомобиль, на котором злоумышленники скрыли с места преступления. Подбежав к автомобилю, осмотрев его, мы увидели документы, маски, перчатки. Открыв задние двери, мы увидели арбалет. Были обнаружены документы, удостоверяющие личности, как их самих, так и иных лиц. В Мавридии и Ахмедову предъявлено убийство Марокова. То есть вы все-таки не передумали, нет? Будете молчать? Я забежал, чтобы забрать девушку. Забежав, схватил ее и сразу потащил сюда. Потом я ее поджал. Но бить я ее не бил. При выходе я увидел, что он уже лежит. Мароков лежит? Да, Мароков лишит. Поскольку мы не исключаем, что убийство могло быть совершено и по найму, а в числе лиц заинтересованных, выгодоприобретателей, могла оказаться и супруга, и сожительница. Мавридия стал ухаживать за Мароковой Татьяной. Что я могу сказать Александре Мавридии, что у него есть вообще чему поучиться, ну вообще даже многим мужчинам. Он не пьет, не курит. Своими руками он отремонтировал машину. У него возник умысел вступить с ней в брак законный, и после этого ее либо отравить, либо убить. Понимаете, мне будет очень страшно жить, если я в это поверю. То, что это убийство заказное, у меня лично не вызывает никаких сомнений. Что касается мотивов и причин, мы эту работу еще будем проводить. Владимир Маругов считался очень богатым человеком. У него был успешный бизнес, колбасные заводы, магазины и дорогая недвижимость в Москве и Московской области. Личная жизнь складывалась непросто. После развода с женой начался передел имущества и борьба за деньги коммерсанта. Нашлись и те, кто захотел с ним расправиться. Преступники выбрали необычное оружие – арбалет. Колбасного короля убили одной стрелой. Кто придумал жестокий план расправы с бизнесменом? И зачем нужно было убивать предпринимателя Владимира Маругова? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце октября 2020 года двое неприметных мужчин в темных куртках вошли в здание торгового центра на юге Москвы. Незнакомцы перебрасывались короткими фразами и уверенным шагом двигались к эскалатору. На втором этаже они остановились у дверей оружейного магазина, в витринах которого были выставлены спортивные луки и арбалеты. Несколько минут рассматривали диковинное оружие, а затем попросили продавца показать несколько экземпляров. Приятели пересмотрели разные арбалеты и остановили выбор вот на этом черном лакированном с оптическим прицелом. И вдобавок прикупили несколько стрел с металлическими наконечниками и внушительных размеров охотничий нож. Неторопливо расплатившись, мужчины вышли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арбалет был выбран оружием убийства Владимира Маругова. В прессе его не раз называли миллиардером. Под управлением Маругова много лет функционировали такие компании, как Мясная империя и Осирецкие колбасы. Коллеги за глаза называли предпринимателя колбасным королем. Моругов на момент убийства был богатым человеком? Ну, я, мягко скажу, не бедным. Не бедным, да? Да. По нашей информации, у него были объекты недвижимости, в том числе в столице. Были и предприятия, которые работали, как я уже сказал, не напрямую замыкавшись на него, но были аффилированы ему. Маругов считался человеком светским, публичным. Его нередко можно было наблюдать на телеэкране. Вот он рассуждает о проблемах бизнеса. Нам нужно другое качество сырья, нам нужно другое качество разделки этого мяса. Мы многих научили, кто занимается разделкой, бойник, кто занимается разделкой мяса. Мы многих научили, как правильно делать под мировые стандарты. Многие научились работать. 1 ноября 2020 года миллиардер Владимир Маругов вместе с гражданской женой Сабиной Газиевой приехал в дом своего тестя, подмосковный поселок Аносино. Супруги любили это место. Исключительной красоты сосновый лес, извилистая речка Истра, а главное тишина и спокойствие. Супруги любили это место. Ближе к вечеру Владимир с Сабиной отправились отдохнуть в баню. Неожиданно туда вломились налетчики в масках. Маругова застрелили из арбалета. Одна выпущенная стрела стала смертельной. Франзив бизнесмена насквозь. Моментально новость об убийстве колбасного короля разнеслась по всем информационным каналам. Подмосковье разыскивают подозреваемых в убийстве. В Подмосковье сегодня ночью был убит Владимир Маругов. Убийство Владимира Маругова произошло в деревне Аносино. Этой ночью злоумышленники проникли в дом бизнесмена. Бизнесмен владелец нескольких мясных заводов. На месте преступления немедленно начала работать следственная бригада. По крупицам восстанавливали детали произошедшего. В баню забежали двое мужчин полностью в черном, которые находились в масках, в шапках. У одного в руке находился арбалет, у другого находился ножик охотничий. Следователи выяснили, что один из нападавших набросился на Сабину, выволок ее в соседнюю комнату и связал. Второй сначала о чем-то говорил с Маруговым, потом ударил его кочергой по голове и выстрелил из арбалета в грудь. Стрела воткнулась в полено, в камине, который находился. Получается, сам наконечник остался в полене, а остальная часть стрелы сгорела в камине. Нападавшие скрылись. Избитой Сабине Газиевой удалось распутать веревки. Женщина заглянула в парную, увидела окровавленного Владимира и, испугавшись, в одной простыне выбежала на улицу. Она перелезла через забор и начала звать на помощь. Соседи переболошились и позвонили в полицию. Тем временем, в нескольких километрах от поселка Аносино, сотрудники полиции обратили внимание на ехавший в сторону города странный микроавтобус, номера которого были затянуты пленкой. Это показалось подозрительным. По громкоговорителю потребовали остановиться. Водитель не подчинился. Началась погоня. Армавир 26-42, Армавир 26-42. Преследуя автомобиль Ситроян. Укона заклеим, прошу помощи. Водитель автомобиля Ситроян, право принимаем, установку делаем. Водитель автомобиля Ситроян, право принять, остановиться. Слухи не подкини, я срываю огонь по колетам. Догнать нарушителя сразу не удалось. А вот микроавтобус вскоре отыскали. Нам поступило сообщение о том, что по адресу деревни Аносино залезли грабители в дом. По пути следования мы заметили данный автомобиль. У него передние номера были закрыты белым пакетом. Начали преследовать данный автомобиль. На требования, неоднократные наши требования остановиться, водитель не реагировал. Пытался спровоцировать. В итоге он свернул в этот проулок, здесь остановился и бросил автомобиль. Подбежав к автомобилю, осмотрев его, мы увидели документы, маски, перчатки. Открыв задние двери, мы увидели арбалет. Данная информация была передана в дежурную часть по городскому округу Истра. Неизвестные по пыхах бросили машину на пушки леса. Судя по всему, они так спешили, что не успели ничего забрать из салона. При проведении первоначальных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и обнаружили автомобиль, на котором злоумышленники скрыли с места преступления. При осмотре автомашины оперативниками обнаружено и изъято маскировочная одежда, строительные ножницы, гвоздодер, а также арбалет и две металлические стрелы, аналогичной той, что была изъята с места убийства. Были обнаружены документы, удостоверяющие личности, как их самих, так и иных лиц. Там были и паспорта, и водительские удостоверения. Так, под подозрение попали некие Александра Мавриди и Паша Ахмедов. Но самое главное, в багажнике микроавтобуса лежали арбалет и коробка со стрелами. Позже экспертиза показала, что именно из этого стрелкового оружия и был убит в упор Владимир Моругов. Начали искать подозреваемых. В Мавриде был прописан в Москве, на Таллинской улице. Оперативники задержали Александра Мавриде и решили осмотреть его квартиру. Там их ждал неожиданный сюрприз. В одной из комнат на полу сидел немолодой мужчина прикованной к батарее. Оказалось, что это известный адвокат Алексей Завгородний, исчезнувший пару лет назад. За пленником присматривал смурного вида человек в потёртом пиджаке, который представился жителем Казахстана Константином Барским. К истории похищения Завгороднего мы ещё вернёмся. Сложнее оказалось найти подельника Мавриде, Пашу Ахмедова, который участвовал в нападении на бизнесмена Владимира Маругова. Ахмедова искала вся полиция России. Обнаружили его на железнодорожном вокзале в Казани и задержали в тот момент, когда он собирался купить билет в Казахстан. Благодаря слаженной работе сотрудников оперативных подразделений МВД Российской Федерации удалось установить местонахождение третьего соучастника. Им оказался уроженец одного из государств Средней Азии, который вскрылся на территории Республики Татарстан. В результате профессиональных действий правоохранителей он был задержан на железнодорожном вокзале в Казани. Так оперативники взяли главных фигурантов громкого уголовного дела. В Мавридии и Ахмедову предъявлено убийство Марукова, незаконное похищение человека, а именно Завгороднего, а также вымогательство у Завгороднего. Барскому предъявлено обвинение о незаконное удержание человека Завгороднего, а также получается вымогательство у Завгороднего. Сотрудники подмосковного СКР, которые сейчас ведут это дело, почти уверены в том, что на руках Александра Мавридии и Паши Ахмедова кровь колбасного короля. Оперативно следственной бригаде помогли эксперты-криминалисты. Они провели специальное исследование и подтвердили, что и на арбалете, и на стреле, поразившей насмерть бизнесмена Маругова, имелись биологические следы и Мавридии, и Ахмедовы. Если с исполнителями следствием все стало ясно, то по поводу возможных заказчиков и организаторов оставались вопросы, как и по поводу мотива преступления. Итак, кому была выгодна смерть миллиардера Маругова? Наша съемочная группа встретилась с бывшим коллегой убитого бизнесмена. Евгений Рыбин когда-то, что называется, дал Маругову дорогу в жизнь. Именно он помог молодому парню стать серьезным предпринимателем. Богатый человек, богатейший человек, владеющий крупной компанией по реализации вина, владеющий колбасным производством, владеющий еще рядом предприятий. Активно налажен нелегальный бизнес, есть средства за рубежом, располагающие домами, дворцами, скакунами, десятками машин, мотоциклов. Кто же позарился на богатство колбасного короля? Арестованные Александр Мавриди и Константин Барский продолжали хранить молчание, а вот третий задержанный, Паша Ахмедов, начал сотрудничать со следствием. Он, житель Казахстана, рассказал, что приехал в Москву по приглашению старого приятеля Александра Мавриди подзаработать. Они подружились еще в молодости, когда вместе занимались классической борьбой. Мавриди поселил товарища на даче в Одинцовском районе. Ахмедов Паша, да, это получается тоже спортивный мужчина, семьянин, вот, очень мнимый. На него, вот, соответственно, в принципе, повлиял Мавриди, который предложил ему вступить в организованную группу. Вот, он согласился, соответственно, может быть, из-за нехваток денег это, но вот он согласился и вступил. В конце концов, Ахмедов признался, что вместе с Мавриди участвовал в нападении на Владимира Маругова и его гражданскую супругу. Он подробно рассказал, как готовились к преступлениям, показал и тот самый оружейный магазин, где покупали арбалет, стрелы и нож. В Мавриди и Ахмедово зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра. Эти кадры вы уже видели в начале нашей программы. Ну, сюда мы приехали с Александром Мавриди, он, наверное, предварительно уже знал, куда едем, потому что уже точно сюда приехали. Я сюда, приобрели арбалет, потом взяли мишени, взяли эти стрелы, прикупили нож. Нож еще, да? Да. Все. После того, как это все полностью оплатились, и ему покинуть здание. После того, как подильники приобрели оружие, они отправились в Одинцовский район, на дачу, где временно остановился Ахмедов. Здесь же и готовились к преступлению. Здесь мы пристреливали арбалет, но я не пристрелил, пристрелил, как говорится, Мавриди Александрович. Я даже в руки не брал арбалет. Ага. Каким образом продемонстрируйте, пожалуйста, пристрелили? Ну, отсюда стреляли сюда, здесь стояла мишень. Мишень вот сюда ставили, да? Да, вот несколько раз она ее пробила. Пробила, и вот эти вот следы, это получается от арбалета, правильно? То есть от наконечника стрелял и от арбалета. Да. Так, а Мавриди в этот момент с какого расстояния стрелял? Укажите, пожалуйста. Ну, вот, самое большое расстояние было от столба сюда. От столба приблизительно где-то метров десять. Метров десять. Следственная группа вместе с Пашой Ахмедовым отправилась в поселок Аносино на место убийства. Обвиняемый очень хорошо помнит тот день и поведал все детали. Мы забежали вместе, но получилось, так как я забежал, чтобы забрать девушку, она, по-моему, вот здесь качалась на качалке. А наружу, по-моему, сидел вот здесь. Я, забежав, схватил ее, можно? И сразу потащил сюда. Потащил и завалил здесь. И вот так я ее удерживал. Она болталась даже нож. Когда выбила, я думал, что порежется. Потом я ее поджал, но бить я ее не бил. Я пытался ее связать, не смог. Потом через некоторое время, может, три-пять минут забежал Александр и говорит, угомони ее. Он, по-моему, один раз ее ударил. Потом помог мне связать руку. Я связал рот и завязали ноги. Так, были ли какие-нибудь следы повреждения у Марокова? Ну, я сильно заметил, но, по-моему, брызги крови я быстро увидел. У нас, честно, так минимум. Выбежав на улицу, Мавриди и Ахмедов прыгнули в микроавтобус и попытались побыстрее скрыться. Но на их пути внезапно оказался экипаж полиции, который спугнул налетчиков, и им пришлось бросить микроавтобус вместе со своими документами и орудием убийства. Водитель автомобиля Ситроян, право принимаем, восстанавливаемся. Водитель автомобиля Ситроян, право принимаем, остановится. Водитель автомобиля Ситроян, право принимаем, остановится. В случае не подкини, я скрываю огонь по колёсам. В ходе расследования оперативно-следственная бригада заинтересовалась ещё и тем, как в квартире главного подозреваемого Александра Мавриди оказался прикованный наручниками к батарее известный адвокат Алексей Завгородний. Выяснилось, что у Мавриди богатое криминальное прошлое. Завгородним он познакомился в 2018 году, напел тому, что мечтает стать защитником и попросил взять его в помощники. Адвокат согласился. Подобравшись вплотную к богатому юристу, Мавриди похитил его, сделал заложником и угрозами заставил пожилого человека переписать недвижимость на себя и своих родственников. Из того, что нам известно, у Завгороднего успели переписать три квартиры, расположенные в городе Москве, одна машина-место, две квартиры, расположенные в Латвии, а также покушались на квартиры, которые расположены в городе Хабаровск и одна квартира, которая расположена в Испании. Аферу удалось провернуть только потому, что у адвоката Завгороднего были сложные отношения с родственниками, которые давно жили за границей. Ему разрешили время от времени делать им телефонные звонки под контролем бандитов. Также на всякий случай было записано вот это обращение заложника адвоката. Господа риэлторы, добрый день. Я Алексей Николаевич Завгородний. Это мой паспорт. Я жив-здоров. Претензий никому не имею. Но вернемся к истории убийства Владимира Маругова. Наша съемочная группа встретилась с обвиняемыми в кровавом преступлении, которое содержится в разных СИЗО. Здрасте. Мы к вам приедем. Что говорится? Сначала мы отправились к Александру Мавриде. Приходите. Он встретил нас неприветливо. Накинул на голову капюшон, натянул маску, все время молчал и лишь иногда покачивал головой. Видимо, подготовился к встрече с журналистами. Полчаса наша съемочная группа пыталась господина Мавриде убедить в том, что ему необходимо озвучить свою позицию и ответить на наши вопросы. Но Мавриде занял такую позицию, сидит как надутый индюк. Причем сидит в такой позе уже долго и никак не реагирует на наши вопросы. Причем не комментирует то, что мы озвучили, не дает никаких заявлений. И считает, что его позиция вот такая вот, сесть и молча сидеть и надуться, и никому ничего не говорить, он считает, что это правильно. В общем, мы по-журналистски выполнили свой долг, дали им возможность этому человеку озвучить свою позицию и ответить на вопросы по громкому уголовному делу. Но, к сожалению, здесь была только одна тишина. Мой смысл, все-таки не передумали или нет? Будете молчать? Хорошо, молчите. Судя по всему, Александр Мавриде хорошо понимает, что ему грозит серьезное наказание. Поэтому и выбрал такую тактику – молчать. А ведь, как известно, молчание – золото. По-другому ведет себя Паша Ахмедов. Он с первых дней сотрудничает со следствием и надеется, что это зачтется ему в суде. Вот и нам Ахмедов все подробно рассказал. Вы оказались под влиянием Мавриде? Ну да, я доверился ему. Потому что там был совсем другой разговор, что мы идем на разговор, что летального исхода не должно было быть. А зачем взяли арбалет тогда, если вы ушли на разговор? Ну, может, для уверенности в разговоре он хотел или устрашить, или что-то сделать. А в конце концов, оно провело к смерти человека, которого я сейчас раскаиваюсь. Я не думал, что оно так произойдет. Кто конкретно стрелял из арбалета? Ну, мы зашли туда, я пока с женщиной там отвлекал ее, он должен был поговорить или что-то решить. А потом, когда он забежал, сказал, уходим. При выходе я увидел, что он уже лежит без... Морогов лежит? Нет, да, Морогов лежит. А мы до сих пор не можем понять, какая причина была для того, чтобы стрелять из арбалета, человека в упор убивать. Я тоже не могу понять. Может, просто арбалет он брал, чтобы как-то на него надавить, что-то сделать. А в конце концов, это мои домыслы и выводы, что что-то не так пошло. Во время интервью Паша Ахмедов сильно нервничал. Нам показалось, что теперь он уже пожалел, что связался с Мавриди и позволил втянуть себя в эту кровавую криминальную историю. Паша, считайте ли себя виновным и в чем конкретно вы себя вините? Я мусульманин, молюсь, и я не думал, что оно так все произойдет. Я рассказываюсь, потому что никто не хочет человеку причинить боль, потому что он такой же отец, как и я. Это практически, что мой сын сейчас потеряет меня. Это никому ни в какой семье не будет приятно. И все же, был ли заказчик у этого громкого убийства миллиардера Маругова? Версий несколько. И одна из них весьма неожиданная. Следователи не исключают, что искать надо женщину. Тем более, что личная жизнь Маругова была запутанной. Он развелся со своей женой, поэтессой Татьяной. И последнее время жил гражданским браком с Сабиной Газиевой. Первая версия – это то, что Мавриди влюбился в Маругову Татьяну. Это бывшая супруга Маругова Владимира. Мавриди стал ухаживать за Маруговой Татьяной. И после этого они начали общаться. Известно, что экс-супруга-миллиардера Татьяна Маругова могла закрутить роман с обаятельным предпринимателем Александром Мавриди. Татьяна была завидной невестой. При разводе колбасный король отписал своей бывшей особняк в Подмосковье, квартиру в центре столицы и одно из предприятий. Но потом передумал и отобрал фабрику. О семейном конфликте поэтессы Татьяны Маруговой и Владимира знала вся страна. Об этом в программе «Прямой эфир» говорил даже их общий сын Александр. Этим летом впервые за три года я встретил отца. Произошло это во время моего отпуска в Болгарии. Это была совершенно внезапная встреча. Хотел его попросить, чтобы он закончил все это. Чтобы он закончил эту войну, закончил эти подделки, это бесправие. Я просил его прекратить. Но в ответ я услышал только пять угрозы. Он мне угрожал сжечь дом. И когда я сказал ему, говорю, отец, в этом доме может быть твой сын, могу быть я. А если я сгорю, ты готов взять на себя эту ответственность? На что отец ухмыльнулся и сказал, ну, ты на первом этаже живешь, ты выбежишь. В 15-м году он угрожал. Но тогда у меня было подозрение, что это может быть в порыве эмоций. Ну, это возможно. Человек может один раз сказать. Но когда это повторяется много раз, когда это повторяется уже на протяжении столького времени, это, наверное, уже что-то серьезное. Отец говорил, что он мне остановится. Он говорил, что у него деньги не закончатся никогда, а у мамы закончатся. Я ему сказал, что мы не сдадимся просто так, потому что это нечестно. По отношению к женщине, с которой он прожил столько времени. Я открыто говорю, что я тоже не закончу эту борьбу. И я не дам ни в обиду свою мать, я не дам в обиду свою семью. В семье Маругова случилась трагедия. Единственный наследник империи Колбасного короля разбился в страшном ДТП в центре Москвы. На Фрунзенской набережной Маругов-пладший на огромной скорости врезался на своем мотоцикле в автомобиль-такси. Столкновение было настолько сильным, что произошел пожар. Потерю сына ПТСа Татьяна Маругова переживала очень тяжело. Но нужно было найти в себе силы и решить все бумажные дела. Женщина отправилась за документом с свидетельством о смерти. Именно в ЗАГСе она и познакомилась с презентабельным Александром Маврити. Он предложил женщине дружбу и поддержку. Видя ее тяжелое эмоциональное состояние, предложил ей отдохнуть за границей. Я знаю прекрасное место в Греции. Давайте я вас туда одну отправлю, вам все организую, поездку. Я хочу, чтобы вы отдохнули. Я вот вижу вашу боль, вижу. И вот понимаете, на протяжении года этот человек пытался мне сделать какие-то добрые дела, пригласить поужинать. Отношения развивались. И Александр Маврити оказался в коттедже одинокой и богатой ПТСа Маруговой. Предлог был простой. Вместе со своим напарником Пашой Ахмедовым Маврити приехал чинить электропроводку. Что я могу сказать Александре Маврити, что у него есть вообще чему поучиться, ну вообще даже многим мужчинам, да, тому, как человек умеет себя вести. Как он пришел в дом, как он помогал. Он был очень галантен, он такой же харизматичный. Он, у него нет вредных привычек, он не пьет, не курит. Ну это было все видно. И он, вы знаете, он говорил всегда о том, о чем мне было интересно. Своими руками он отремонтировал машину, которая сломалась. Там какое-то безумное количество денег. Вызвали мастера, там 40 тысяч за ремонт стиральной машинки. И Александр сказал, ну какой кошмар, я сейчас отремонтирую сам. Он отремонтировал ее своими руками. Мог ли Александр Маврити потерять голову от любви к БТСе Татьяне Маруговой? Мог. Но история его криминальной жизни говорит сама за себя. Возможно, главаря банды привлекла не столько одинокая женщина, сколько ее недвижимость. Тем более, что опыт подъему чужого жилья у Маврити уже имелся. Достаточно вспомнить историю с похищением адвоката Алексея Завгороднева. И предварительные выводы следствия отнюдь не романтичные. Корыстный умысел именно самого Маврити, то что, узнав о том, что у Маруговой имеется достаточно много имущества и недешевого, дорогостоящего, соответственно, у него возник умысел о том, что помочь Маруговой Татьяне всем этим завладеть, а после этого, соответственно, вступить с ней в брак законный и после этого ее либо отравить, либо убить. И завладеть всем имуществом. И завладеть, соответственно, да, всем имуществом, которое бы перешло бы к нему. Сама Татьяна не хочет верить в то, что Маврити все это время подбирался к ней с корыстным умыслом. И все это могло закончиться трагично и для нее. Я не хочу в это верить. Понимаете, мне будет очень страшно жить, если я в это поверю. Потому что мы не знаем, один он или там есть еще люди. Понимаете? Вокруг дела об убийстве колбасного короля было много слухов и домыслов. Одни говорили, что поэтесса Татьяна могла сама заказать бывшего супруга-миллиардера. Мы версию такую тоже отрабатывали. Поскольку мы не исключаем, что убийство могло быть совершено и по найму, в числе лиц заинтересованных, выгодоприобретателей, могла оказаться и супруга, и сожительница, и кто-то другой. Но были и другие версии. Возможно, к этому делу причастны представители криминального мира, с которыми у Маругова могли быть напряженные отношения. А вот что думает по этому поводу обвиняемый Паша Ахмедов, ближайший соратник, главаря банды Маврити. Маврити был знаком с Маруговым? Ну, я так думаю, что нет. Нет. То есть, получается, все-таки на Маругову как-то навела Татьяна? Может быть, потому что она бывшая его супруга. Друзья и партнеры миллиардера по бизнесу уверены, что Татьяна-поэтесса тут ни при чем. Ну, то, что это сделала Татьяна, у меня большие сомнения вызывает. Это вся эта история с их любовными отношениями. Если бы такие отношения были, то наверняка убийца сначала бы как-то оформил свое положение, там, легализовал, как-то бы завладел этим имуществом или правами на эти имущества частично. Ну, нет. Пришел в баню убивать. Непонятно. Кроме того, Татьяна, ну, она, ну, мне кажется, не способна на такой поступок. Она и так, женщина, все потеряла в этой жизни. Ей, ну, мне кажется, она не озлобилась. Она скорее замкнулась, она скорее больше ушла в религию. Следствие отрабатывало еще одну версию – возможную причастность к преступлению гражданской супруги колбасного короля Сабиной Газиевой. Ведь она была невольной свидетельницей жестокого налета на баню миллиардера и осталась жива. Те, которые забежали непосредственно в баню, их было двое. Я не видела арбалета, потому что меня схватили сразу в руки и начали бить. Мне не повезло, меня просто не добили, бросили и думали, что я без сознания. Выяснилось, что у Владимира Маругова и Сабиной Газиевой двое общих детей. Но в официальном браке они не состояли. И поэтому претендовать на несметные богатства колбасного короля дама не могла. Напротив, ей было выгодно, чтобы Маругов оставался жив и здоров. А вот друзьям миллиардера близка другая версия. Это заказное убийство. И связано оно с бизнесом. Ну, то, что это убийство заказное, у меня лично не вызывает никаких сомнений. Потому что надо было знать, где в это время человек находится, и с кем он находится, и как туда проникнуть, и как себя обезопасить, и как спланировать отступление свое и так далее. Наверняка это спланированное убийство было. Распланированное, значит, заказное, просто-напросто прийти грабить и в баню двух голых людей. Тоже абсурд, смешно. Чего с них снимать-то там? Плавки, что ли, с полотенца? Конечно, нет. Другое дело, кто мог заказать это? Кому же перешел дорогу колбасный король-миллиардер Владимир Маругов? Следователи пока не спешат делать выводы. Не исключено, что в ближайшее время в громком уголовном деле появятся и другие, более серьезные фигуранты. Преждевременно пока говорить о том, был ли заказчик вообще, и, как я уже сказал, что является окончательно доказанным, позволяющим в суде дать оценку всем этим доказательствам, в том числе касающимся мотива совершения данного преступления. У нас есть способ совершения преступления, у нас есть соответствующие фигуранты, у нас есть предварительно установленные обстоятельства, касающиеся объективной стороны данного преступления. Что касается мотивов и причин, о которых я говорил, мы эту работу еще будем проводить. Стрела, выпущенная из арбалета и пронзившая насквозь миллиардера Владимира Маругова, не только оборвала его жизнь, но и нанесла удар по его близким, друзьям и по всей его колбасной империи. И все же, был ли конкретный заказчик у этого кровавого преступления? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким мы увидели громкое уголовное дело Владимира Маругова, которого убили из арбалета. Это было наше расследование из Московской области. Выводы дел только вам. До встречи на телеканале Россия 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok